Мы едем на своем имуществе, мы не оплачиваем, мы не будем оплачивать, только когда USD в СССР перейдут, тогда будем оплачивать. Как это не нам? А если вы едете? Мы не будем применять, мы будем сотрудников поездки. Мы не гражданин, вы не гражданин. Мы граждане СССР. У меня паспорт гражданки СССР. Вы снимаете? Вы молодец. Только, конечно, от нас в безопасности. И за это вас могут применять. 29-я статья Конституции Российской Федерации. Подожди, подожди. Российская Федерация будет в СССР. Так вы даже не знаете свои-то законы. Вы по ним уже будете, вы же Российская Федерация, вы по ним будете отвечать. В Российской Федерации. А то, что вы гражданин СССР, а мы знаем, что вы гражданин СССР. Вы не меняли гражданство. Вы не меняли. Запомните это. Вы не грамотные. Я вам все расскажу, что интересно. Смотрите, я вам все расскажу. И 62-й закон вашей Российской Федерации вас не признает гражданами Российской Федерации. Читайте лучше законодательство своё. Да не надо ничего дождать, он фальшивый у вас. Что я призывал гражданин в Российской Федерации и в армии служил я тоже в Российской Федерации. А давайте вам фальшивый штамп покажу. Вашем паспорт не стоит фальшивый штамп. Он у всех стоит фальшивый. Все паспорта фальшивые. Вы законов не знаете, за мой российский федеральный. Да хоть кого вызывайте, сотрудников, несотрудников. Мы просто протокол на ваших сотрудников составим, и будут военный тибунал. Будут мне отвечать очень-то. А жаловаться будете кому? Горбачёву или Черневка? Трибунал наш, СССР, и отвечать будете. Они уже созданы эти тибуналы. Как? Просто ГАКСКИЙ суд, ГАКСКИЙ. А вы знаете, что там ГАКСКИЙ? Вы не дойдёте до ГАКСКИЙ суда. Вы знаете, что там ГАКСКИЙ суда? Александр Первый. То, что вы неграмотные, это ничего не говорит, что вы правы. Вы не знаете, что вы свои законы российские. С двумя высшими образованиями, я абсолютно не знаю. Высшее образование колонн, вы в УПЦАР? Колонн? Нет, вот высшее образование, оно что вам дало? То, что вы неграмотные, я вижу, что вы неграмотные. 62-й закон ваш, российская федерация, не попросите, не просите. Зачем он? А то, что вы не гражданин, там написано. Я не гражданин. Лицо, получившее паспорт, гражданина, российской федерацией, не является гражданином российской федерации. Как читатель своего завода. И служил я в российской федерации. Представляете, в российской армии, а не в армии СССР. Вы служили в СССР, дорогой человек. Я служил как раз в российской федерации. Сейчас страна, что-то больница у нас, мы это знаем. У нас вся страна сейчас, что-то больница. Я понял, что в день, где нет открытых дверей, да? Нет, нет, нет открытых дверей. Вы рыбные места вы не выдаёте, я знаю. Я знаю, что это. У нас документы все в порядке, мы даже не в порядке. А я не сказал, что у вас нет в порядке. Мы едем на своём имуществе. Просто его захватили, это имущество. Вот когда деньги пойдут не частнику вашему, а пойдут в СССР, вот тогда, да. Вот тогда будет всё нормально. А мы владеть будем, очень интересно. Считайте законодательство. Российской федерации учите. Уж летом до СССР, он под своё ключ. Да. Насколько я помню, было в Министерстве. У меня и сообщили, не вашего имени, в Министерстве. Как это важно? Кто передал те арты передачи имущества, как нулевые? Нет. Кто передавал им, вот этим человеком, наше завёрское имущество? Кто? Не хворать вам. Вот не хворать вам больше и сказать нечего. А зачем? А потому что вы не правы. Не понимаете, что происходит. Если я начну с вами спорить, я попадаю в шпан. Скуриться, но бесполезно. Что вы надо учиться на нададе? А вот и всё. А ты не наш, а тяг, где всё имущество, это всё принадлежит здоровье. Вы её отменили. Как да? Вы были вы. Да. Вы и Конституцию перечитали. Твоей Российской Федерации. Миную, которая зарегистрировала за границей. Российская Федерация за границей зарегистрирована на Медведева. Кто такой Медведев? Кто такой Медведев? Гражданин СССР, Митя, на Модичный Медведев. На него зарегистрировано, если вы откроете, если вы наберёте скриншоты. Говоря, вы не берите видеокамеру. Я не грубил. Это, ну, вы тоже не грубил. Это моё законное право. Какое? Снимать. Закон это вы ведь знаете. На основании статьи 29-й. Читайте Конституцию Российской Федерации на Медведеве. Так что вы читаете. Российская Федерация. Так что вы же в СССР живёте? Нет, мы живём в СССР, а вы в Российской Федерации, которая пришла на территорию СССР и оккупировала её. Мы так сейчас дойдём до Российской империи. До Российской империи дойдём ещё. Потому что двуглавый орёл с обратной стороны. Ну, это у вас двуглавый мутант. А у нас звезда. И сердце и молот. Если вы сложите руки сердцем и молотом, посмотрите, какая фигура получится. А матом ругаться нельзя, только жизнь. Да мне всё равно, как вы их сложите. Я вот смотрю на вас, вижу, чтобы абсолютно не грамотно. Не надо квартиру человека. У нас сейчас вся страна психоболица. Особенно люди, которые работают в структурах, они все психически обработаны. Все обработаны. Если день и ночь, где били здесь, сколько времени уже? Как вы понимаете об этом? Они даже не понимают, где находятся, на какой территории. Спасибо. Где? Россия? Россия. Причём, причём, причём прекрасно. Добровольствуй. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...